Всем привет! Сегодня вместе со мной предлагаю прогуляться в зигзаг. Сегодня здесь скидка 50%. Начнем, как обычно, с обуви. Обуви было больше, чем одежды найдено сегодня, поэтому посмотрим в большинстве своем обуви. Вот такие лодочки от Пауэлла Конта попались. Ну, конечно, очень высокий каблук. Впервые встречаю обувь фирмы Дизель. Очень такие, в принципе, добротные, хорошие ботиночки были, но, к сожалению, начали уже трескаться. Хотя в остальном я даже не скажу, что они прям супер убитые. Так, дальше. Вот такие замшевые кеды с такой уткой внутри нарисованы. Не знаю, что за бренд. Впервые встречаю, было интересно рассмотреть. Ну, конечно, тоже подзатасканы. Необычные туфельки, которые полностью джинсовые, даже каблучок. То ли кеды, то ли туфли. Вот что-то такое среднее. Тут стелька была вставлена неродная, конечно же. Но забавно было такие подержать в руках. А вот такие носили. Попадаются еще немного полусапожек. Например, вот такие попались. Ну, они просто китайские какие-то, типа нонейма. Но оформлены были неплохо. Вот это я что-то думала винтажное опять, из советских времен. Но это что-то вот китайское. Там иероклифы какие-то внутри. Но они в целом такие дубовастенькие и очень похожи на наши какие-то советские модели. Еще одни кеды. Вот такой фирмы. Кожаные, хорошие, добротные. Вот есть бирочка, что это кожа. Она прям напечатана. Стоились они 250 рублей. В принципе, хорошее состояние. Но здесь по бокам были такие вот как какие-то брошечки, что ли. И они выдрали кожу прям с корнем, можно сказать. Их, конечно, никак не замаскируешь. Интересные были вот такие вьетнамки, босоножки. Я, к сожалению, такие не умею носить. Мне натирает между пальцами. Но сделаны интересно. Здесь такая как соломка. И вот такие каменьи разноцветные. Еще одни полусапожки привлекли мое внимание с квадратным носом, который, конечно, ободрался в процессе или транспортировки, или носки. Ну, такая длина еще полусапожек. Тоже ни туда, ни сюда. Непонятно. Из необычного. Вот такие. Даже не знаю, как назвать. Сабо, наверное. С мехом. Но уже порядком износились. От Peter Kaiser. Вот такие туфельки красивые. Размер большой, правда, был. Но не знаю, почему их не забрали. Потому что состояние у них практически идеальное. Подошва в идеале. Набойка не стоптана. И модель вполне себе, мне кажется, такая классическая. Никогда не прохожу мимо чего-то оригинального. Попались вот такие кеды. Бобс написано. С разными разноцветными собачками. Оценили в 350 рублей. Были еще вот такие мягкие тапочки из замши. Из замши и кожи. На вот таком шнурочке. Вот такого сиреневого цвета. Ну, какие-то они странные. Еще и странного. С вот такой подошвой. Внутри они кожаные. Снаружи щупала-щупала. Так и не поняла. Тоже похоже на замшу. По ощущениям. Вот такие тапочки. И впервые встречаю обувь от Deigual. Попались вот такие замшевые сапожки. Конечно же, с их цветастым принтом. С одной стороны. С другой стороны черно-белый. И еще попались высокие сапоги. Их всего было там несколько пар. Но они были. Внутри вот такие яркие красные. Подошва оформлена красным. И строчка у них тоже идет красная. Интересно сделано. Так. Кожанозамшевые. Вот такие тапулечки еще были. С серебряной подошвой. Кожаные. Да. Бирочка есть. Так. Понравились очень мне вот эти лодочки от Iconica. Они тоже кожаные. Небесно-голубого. Такого цвета нежного. Прямо под мою кофточку, в которую я пришла. И поэтому решила применять. Размер, правда, 37. Мне они оказались великоваты все-таки. Но на ножке смотрятся элегантно. Ну, конечно. Вот такой нос. Когда пальцы все в кучку. Это, конечно, долго не проходишь. Но смотрится на ножке неплохо. Как мне кажется. Вот такие вот от Iconica. Также еще кроссовки, наверное, назовем их так. Замшевые. С такой интересной подошвой. Они глубоко такого изумрудного цвета. Сбоку рябинка. Вышивка меня прям покорила. Но это 35 размер, к сожалению. И мне они были маловаты. Ну и на ноге смотрятся вот так. Подошва тоже оформлена красной полоской. Что пересекается с рябинкой красненькой. Ну, честно говоря, колодка в них мне не очень подошла. Как-то не совсем удобно. Ну, плюс еще, конечно, размер маловат. Маловат. Поэтому нет. Еще по типу этих кроссовок от Iconica попались вот такие туфли, наверное, назовем их. На небольшой платформе. Они идут полностью замшевые. Изначально цена 1500. То есть сегодня 750 рублей. Но здесь подошва еще более странная. Потому что на них ходишь, как на качалках каких-то. Она вот так вот перекатывается. И это, конечно, не совсем удобно. Хоть и кожаная, хоть и дорогая. Но оказалось, обувь для меня абсолютно неудобной. Вот эти балетки меня привлекли своим цветом. Они идут на небольшом каблучке. И спереди на носу есть вырез. И нарисован такой вот фантазийный бантик. То есть не из ткани, а просто нарисовали сверху. Ну, довольно забавно смотрится. Очень мягкая кожа. Интересные, в принципе, балетки. Но цвет такой довольно обязывающий. Яркий. И я не умею носить с таким вот вырезом туфли-балетки. Мне там сразу натирает. Еще необычной для меня находкой стали уки-кеды. Которые внутри идут на меху. Они из натуральной замши. Есть и вот эти голограммки внутри. Но, конечно, видно, что их любили. Их таскали. Подошва затерта. Мех внутри где-то уже подстерт. Размер это 38 немой. Шнурки отсутствуют. Но решила примерить ради интереса. Посмотреть, как оно. Возможно, если бы был мой размер, я, наверное, даже взяла. Потому что сейчас я что-то плотно подсела на вот такой фуксийный какой-то цвет. И, в принципе, сама модель мне понравилась. Так, еще одни кеда-кроссовки. Здесь идет уже замша. Перемешку просто с кожей. Но здесь идет какой-то огромный такой язычок. Мало того, что он пухлый, он еще и высокий. Вот. Ну, их, конечно, тоже надо приводить в порядок. Решила примерить. И уж очень странно смотрятся эти огроменные языки. Зашнуровать я выше не смогла. Потому что там как-то странно завязали эти шнурки. Ну, и примерив, я уже поняла, что, конечно, я такие не хочу. Странные кеда-кроссовки. Поэтому даже не стала заморачиваться, пытаться перезавязать как-то шнурки по-другому. Но вам решила показать. Еще нашла вот такую забавную игрушку. Аркушу. Дам вам сейчас послушать, что она поет. Я живу там, где она пошла, чтобы начать обидеться и поживать мою пласть. Привет. Я Каргуша. Хар, Хар. Я самая волная птица на свете. Какая прекрасная погода. Спасибо, блядь. Каргуша весело вдвоем. Жалко, конечно, что не предусмотрено никак вынуть батарейки, чтобы поменять. Потому что Каргуша стала петь не своим голосом. И мы переместились в примерочную. В примерке у меня сегодня всего лишь три вещи, можно сказать. Первый это комплект вот такой из футболки и юбки. Юбку я уже в примерочной откопала в бирку и увидела, что это XXS. Конечно же, она мне мала. Но в футболке мне просто понравилась надпись. Сначала захвачу кофе, а потом и весь мир. Но больше ничего примечательного в этой футболке нет. Нашла еще также вот такое платьице, а-ля детский сад. Потому что оно достаточно короткое. Его, наверное, носить, если бы я носила, то с велосипедками, наверное. В целом фасон интересный, но было бы оно подлиннее, было бы лучше. Даже думала его взять, но потом из-за длины все-таки передумала. Здесь даже большей части лен в составе. И оно такое, в принципе, добротное и тяжелое. И рукав укороченный. Ну, в общем, думала-думала, брать-не брать. И в результате не взяла. Еще решила примерить вот такое необычное платье. У меня оно ассоциируется с какими-то стогами, сено, какая-то легкая шляпка, соломенная сумочка. И побежал в поле бегать босиком. Ну, решила ради интереса примерить. Здесь вот такие круженые рукава. Ну, в общем, ради интереса примерила и успокоилась. На этом это были все мои находки в этот день. Купила я вообще очень мало. Футболку подружки, футболку мужу. И медвежонка в коллекцию, тоже подружки Катюшки. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока. Продолжение следует...